Восков Это считалось хорошим тоном, но Лиза не участвовала в подобных разговорах. И когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не стоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула, да неправда это! Лиза влюбилась, торжествующе ахнула Кирьянова. Втюрилась на шабрички, на девочки, в душку военного втюрилась. Тут все захохотали, загалдели, а Лиза расплакалась и убежала в лес. Плакала там на пике, пока ее не отыскала Элита Асянина. Ну чего ты, Галешка? Проще жить надо, проще, понимаешь? Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина от службы. И никогда бы мы в глазах-то не встретиться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях. После споем с тобой, Лизавета, вот выполним боевой приказ и споем. Не задумывая его словах и улыбалась, стесняясь того могучего, незнакомого чувства, что нет-нет, да и шевелилась в ней, вспыхивая на упругих щеках. И думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда вспомнила о снегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала себе подходящую шерсть. Перед тем, как ей зря было жижа, она затаенно прислушивалась, а потом деловито сняла себе юбку. Привязав ее пришли шеста, она заболела подоткнула к его стерку под ремень и, подтянув голубые казенные ритусы, шагнула в болото. Теперь никто не шел спереди, расталкивая грязь. Жидкая месима цеплялась за бедра, волоклой за ней Лиза, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз двух сосенок на островке. Но ни грязь, ни холод, ни живая, защищая под ногами почву, были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвое, загробная тишина, повисшая над буром болото. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а все больше и больше скапливался в ней. Резкой болью, отдавшись сердце, она плохо помнила, как выбралась на островок. Ползла на колени, ткнулась печком в прелую траву и заплакала, схлипывая, размазывая слезы по толстым щекам. И дрожала от холода, одиночества и омертительного страха. Лиза скачила, слезы еще текли, шмыгая носом прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и не отдохнула, не собравшись силами, полезла в болото. Сначала было не глубоко, и Лиза уже успела успокоиться и даже повеселела. Там ведь последний кусок оставался, какой бы сложный он ни был, дальше шла суша, твердая родная земля с травой и деревьями. Она уже вспоминала все лужи, дабы чешки, и прикидывала, а стоит ли полоскать одежду, или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался. Дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добраться до своих. И идти труднее стало, только до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег. И Лиза уже отчетливо увидела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул неуклюже, чуть на ногах устоял, и Лиза опять стала думать о воскове. Споют они, обязательно даже споют, вот выполнит коменданду боевой приказ, и вернется опять на разъезд, только схитрить надо и выманить его вечером в лес. А там уж посмотрим, кто сильнее, она или квартирная козяйка, у которой достоинство, чтобы она на крыше со старшиной, огромный, бурый пузырь спучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев скрикнуть инстинктивно, рванулась в сторону, всего на шаг в сторону. А ноги сразу потеряли опору и повисли где-то в зыбкой пустоте. И тот мягкими тисками сдавил ее бедра. Давно копившийся в ней ужас, вдруг раз он выплеснулся наружу, жуткой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало выбраться, она всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонка хрустнула, или за лесом вниз упала в холодную, жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащила вниз. Руки без толку гребли то певица, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом. Шаг, полшага от нее. Но эти полшага уже невозможно было сделать. Помогите! На помощь! Помогите! Жуткий, одинокий крик еще долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Светал к вершинам злочек, путался в ладони свершальника. Падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу. Лиза долго еще видела это прекрасное синее небо. Хрипела, вопривала грязь и тянулась к нему. Тянулась и верила! Над деревьями медленно зашло солнце и лиз. Последний раз увидела его свет. Теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее.